Короче, купил я себе на одном большом маркете телефон и оставалась у меня куча бонусов, которые надо было как-то потратить. А поскольку мой старый компьютерный стул выглядит примерно вот так, я решил присмотреться, чего у нас там есть в бюджете до 10 тысяч рублей. Выбор в целом большой, но, естественно, до 10 тысяч это все будет в качестве такой себе. Короче говоря, нашел хорошую акцию и вот он, геймлаб тетра RGB. Вообще, весь вот этот спортивный маркетинг, так скажем, который подсветочки всякие, дизайны, штучки, это вот это все прямо у меня. Вот когда вижу все, что с подсветкой, все, что горит, переливается, обожаю. Поэтому в целом у этого кресла куча минусов, насколько я предполагаю. Сейчас я все распахую, посмотрю, покажу. Но, блин, подсветочки, ну вот, ну, извините, но я очень люблю. Поэтому, поэтому оно. За фулл прайс я вряд ли бы себе стал его покупать, но поскольку оно мне обошлось не 9 тысяч в акции, как сейчас оно есть, а всего лишь 500 рублей, 4 бонусы, мне кажется, это отличный вариант. Надеюсь, оно пришло ко мне без всяких дефектов, целое, и со сборкой проблем не возникнет. Сейчас проверим. Сборка вся, судя по всему, идёт шестигранником, который у нас в комплекте. Вот, специально решил посмотреть внимательнее на газлифт. Прям на нём прочитал. Ага. Потому что, короче, есть несостыковка. В карточке товара, которая на маркетплейсах, написано, что у газлифт идёт 3-го класса. На официальном сайте 4-го. Читаю прямо с самого него. Класс 4. То есть в этом кресле газлифт 4-го класса. Это хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Могу сказать, что сборка никакой сложности вообще не представляет Минус 20 лет это все заняло Все нормально, легко, классно, никаких проблем Единственное, я перепутал подушки местами Я думал, что они должны вместе, получается, вот сюда вот Клепиться, но нет, это не подушка отдельно Стоит просто на своем резинке Ну что, а теперь к самому страшному Чего я боялся, что я читал Короче, про минусы И первый минус, про который все комментарии писали То, что песло, по сути, подростковое Оно маленькое и на взрослого человека не пойдет По ощущению могу сказать 50 на 50 В целом, да, вот здесь вот оно узкое То есть сидеть придется, ну как бы особо не подвигаешься Пока вроде терпимо, но когда сидишь долго, наверное, это будет как-то сказываться То есть здесь оно узкое По высоте, ну вот подушечка приходится там Чтобы она хоть как-то помогала На самом верх цеплять Вот, может быть, ее вообще проще убрать будет, не знаю, посмотрим Это первый минус Но вообще терпимо, то есть не критично А вот второй Это то, из чего это интересно сделано И это у нас корзан или дерматик То есть я предполагаю, что где-то через год Надеюсь, что торже, но все-таки Вот, что это все начнет разлезаться Особенно учитывая то, что у нас тут кошка есть Надо будет как-нибудь от нее прятать Пока это все выглядит очень даже красиво и стильно Но посмотрим, на что это превратится через какое-то время И отсюда же вытекает еще один минус Летом, я предполагаю, в нем будет очень жарко Именно поэтому, собственно говоря, я не хотел себе брать такое кресло Когда выбирал за свои деньги Но за бонусы, я надеюсь, я стерплю этот минус Скорее всего, сюда, под пятую точку Надо будет какую-нибудь подушечку подложить тканевую Иначе все будет потеть сильно Ну а по спине посмотрим Ручки мягкие, классные Прям вообще кайфу Вот эти ручки мне очень нравятся Они никак не регулируются То есть они только вместе со спинкой двигаются Спинка у нас, кстати говоря, опускается Можно чуть-чуть расслабиться, как говорится А можно не расслабляться В остальном я доволен Субтитры сделал DimaTorzok Ну нормально, с этим креслом можно работать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok